Привет! Меня зовут Лера Новоторска, и мы снова в гостях у Деколы. Я снова нахожусь на студии Невская палитра, и сегодня мы снова поговорим с вами о росписи кожи и о красках для росписи кожи Декола. Но тема у нас будет интересная, мы поговорим с вами про ошибки и поговорим о том, почему же роспись на коже не получилась. Поговорим мы с вами об этом не просто вот так вот скучно, да? Мы поговорим с вами об этом под процесс создания этой чудесной обложки на паспорт. Ну и, конечно же, первое и самое важное – это отсутствие подготовки. Очень часто этим могут пренебрегать, особенно те, кто никогда не сталкивался до этого с росписью кожи или не увидели достаточно подробные видео на ютубе или посты в других соцсетях и так далее. Здесь у меня натуральная кожа, ее нужно обезжирить. Для этого я использую жидкость для снятия лака без примеси масел. Она немножко пахнет ацетоном, но при этом она достаточно щадящая, чтобы не содрать весь верхний слой, а просто может немножко снять верхний цвет. Здесь это хорошо видно на моей салфетке. Кстати, вытираю я нетканой салфеткой, которой снимают тоже лак с ногтей. И можно использовать также ватные диски, но здесь есть небольшой нюанс, что от ватных дисков могут отваливаться немножко ворсинки, и их будет сложно убрать с вашего изделия. Поэтому лучше использовать нетканные какие-то материалы, чтобы все было чистенько и удобно. Следующая причина, почему роспись кожи не получилась – это использование неподходящих красок. У Деколы есть художественный акрил, есть акрил по ткани, и эти краски не совсем подходят для росписи кожи, по крайней мере, не так, как краски специальные для кожи. Например, если вы будете делать роспись красками для ткани, то она может у вас получиться некачественной, ведь работа на ткани очень отличается от работы на коже. Поэтому я советую использовать подходящие краски, например, Декола для росписи кожи. Следующей причиной, почему роспись кожи не получилась – это толстые слои. Если у нас получается рельефная работа с такими толстыми слоями, то велика вероятность, что такой рисунок может треснуть или, может быть, даже слезть, а может быть, просто будет липко или некрасиво. Лучше делать несколько тонких слоев вместо одного жирного слоя. И вот почему. Когда мы делаем тонкие слои, у нас получается легкая пленочка, которую легко просушить, она полностью высыхает, и мы наносим сверху тоже тонкую пленочку. Когда мы делаем один жирный слой, очень сложно просушить то, что крепится у нас, собственно, к коже. И так получается, что, да, как будто бы у нас растение, у которого корни никак не могут зацепиться за грунт. Вот и здесь точно так же. Поэтому лучше сделать два, три, может быть, четыре слоя вместо одного или двух супер жирных. Следующая причина – отсутствие или неподходящий финиш. Нужно понимать, что изделия из кожи у нас не такие, как ткань, например. И здесь краска остается как бы на поверхности, да. В ткани она проникает насквозь и может прям пропитываться наизнанку, а здесь такого нет. И чтобы не вышло так, чтобы от малейшей царапины у вас облез рисунок, особенно на искусственной коже, нужно обязательно покрывать лаком. Очень здорово, что у Деколы по коже есть свой собственный лак, который можно использовать и который будет защищать вашу работу от любых неприятностей. Но не нужно ждать, что такой лак может спасти прям как броня, потому что все-таки если целенаправленно царапать, или если это будет сильно какое-то механическое воздействие, то, конечно же, все равно рисунок может повредиться. Делитесь в комментариях, была ли здесь причина, по которой ваша роспись на коже не удалась. Будет очень интересно почитать. Надеюсь, это видео было для вас полезным и надеюсь, вам понравилась эта моя обложка на паспорт. Подписывайтесь на канал Декола Клаб, подписывайтесь на канал Вера Новоторска и до встречи в новом видео. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!